Тодор 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 И вот пишет один американец, и он делает анализ, то есть чарт делает одного очень известного политика. Ярослав, прошу прощения. Так вот, он говорит, я такого в своей жизни еще не видел. То есть это просто что-то невероятное. Политика зовут, внимание, Дональд Трамп. И он говорит, что этот Дональд Трамп, вот этот политик, он будет без сомнения следующим президентом Соединенных Штатов Америки. У меня к вам вопрос. Как вы к этому относитесь? Видите ли вы Дональд Трампа? Я к этому отношусь положительно и к Дональду отношусь положительно. Лично по-человечески? И как человеческий я его вижу. Кстати, я сегодня смотрел в интернете про него, читал про него. И я так посмотрелся в его лицо. И я видел, что человек очень уверенный в себя. Человек знает, что делать. Человек достаточно очень, как сказать, хороший экономический аналитик. И прекрасно все понимает, что происходит в мире. Человек, который не боится говорить все свои слова. Тут и не надо быть ясновидящим. Нет, нет, нет. То, что вы говорите, это все знают. Тут извините, надо быть немножко еще политологом. Я знаю нашу систему. Дональд Трамп не проломает. Не проломает эту систему. Ну поверьте мне уж. Хотя, может быть, да. Так вот, все-таки с точки зрения как раз-то ясновидящего или прорицателя, есть ли у вас какое-то видение о том, что он может быть президентом? Тодор задумался. На последнем этапе его скинут. Вот, вот. Это то, о чем я говорил. Тут ясновидящий и журналист, занимающийся политологией, точно обиделись. На последнем этапе, Тодор. Именно так оно и будет. Вот так. Они ему дадут возможность дойти, но там будет некие, даже, как сказать, даже это не голосование, даже это не голосование. Это будет некая подлянка, которая сыграет решающую роль на его президента. Просто подлянка. Просто, как сказать, коврик из-под него вытащат. Подписываюсь на 100%. Абсолютно такой сценарий я тоже предполагал, да. Хоть я и не ясновидящий. Все, у нас тема на ближайший год уже определена. Скажите, а будет ли следующим президентом Соединенных Штатов женщина? Там у нас есть несколько... Нет, женщина не может быть и по менталитету, и по многим политикам. Это у вас идет анализ. Анализ. Да. Нет, мне пришло, что женщина не может быть. Окей, значит, все. Вот если вам пришло, тогда... Я другое могу сказать. Экономические предположения, что в ближайшие 7-8 лет Америка вылет на другом витке, и, скорее всего, придумается новый вид доллара. Доллара? Новый вид. Новый вид чего? Это будет нечто... Даже не... Ну, как доллар, это будет некий единицок, будет называться, который имеет совершенно другое экономический... Я даже как могу определить? Эквивалент? Эквивалент, да. Нечто другое будет. Совершенно оно через где-то 7 лет. Потому что, если на сегодняшний... Это уже готовится. Это я не знаю, как это будет называться, но это совершенно новый элемент, экономический элемент, который будет заменять денег. Вот сейчас деньги заменяет карточка, да. А это будет нечто другое, новая форма. Ну, вы знаете о том, что существует сейчас такое понятие биткоинс. Биткоинс – это электронные деньги, которые являются эквивалентом обмена. То есть, никто ничего не платит, никаких карточек нет. Но вот эти биткоинс, они будут как бы электронная валюта. Или это другое будет? Совершенно другая новая штука, новая штука будет. Где-то примерно еще где-то в 7 лет в среднем. Нет, я уже давно сказал, полгода назад сказал. Как вы относитесь, Тодор, к тому? Было несколько предложений, ну, в том числе ко мне, кстати. Было несколько предложений о том, чтобы неплохо бы организовать битву экстрасенсов на территории Соединенных Штатов. Но это не будет тот вариант битвы экстрасенсов, который проходит, скажем, в России, не зная, как насчет Украины. В Украине, кстати, проходит тоже битва, да? Я не знаю, насколько вы это знаете, и насколько ли там это шоу знаете. Полагаю так, что разница небольшая. Ну, вот было бы... Если бы она проходила бы здесь, вот я вам могу гарантировать, она проходила бы честно. Были бы настоящие экстрасенсы, которые, ну, не боятся ошибаться, и не боятся о том, что... Я даже готов шить на промерку. Я их не готов на промерку, не знаю где. Что, Ярослав, простите? Только на каком канале не очень понятно. Ну, неважно. Канал же не обязательно должен быть какой-то компанией. Мы можем сделать свой канал. Ну, да, вообще-то. Независимый канал. Поэтому, если у нас есть независимые претенденты на престол, можно сказать, так почему у нас не может быть... Я просто, извините, двоих перебью. Мне, как бы, я понимаю, что слово «битва» всегда хорошо звучит для телевизионного шоу, но я вообще не люблю слово «битва» в отношении экстрасенсов, которые, как бы, раскрывают свои способности, раскрывают свои таланты. Потому что, если экстрасенс вступает в битву, то в этом уже какое-то что-то агрессивное начало в этом просматривается. Ярослав, вы абсолютно правы. Это несет в себе очень серьезное... воздействие, потому что все то, что произносится вслух, оно уходит во Вселенную. То, что называется в журналистике, это отрицательная коннотация. Да, абсолютно. Она должна разделиться на несколько понятий, потому что в битве экстрасенсов участвуют и тарологи, и ясновидящие, кто-то лечители, кто-то еще чего-то там, какие-то маги черные, я не знаю, каких еще там есть всяких. Вот это все немножко надо разделиться, потому что один человек чувствует, что это область более сильной, а другой нет. Я, например, в картах и в рунах, и в астрологии, я, конечно, ноль. Понимаю что-то чуть-чуть, но не астролог я. Как я могу соревноваться с астрологами? Или астролог со мной? У него свои видения, у меня свои видения. Или руной, который занимается. Там совершенно другая вот ситуация. Но он тоже что-то через них, через этого инструмента что-то доходит. И поэтому тут очень четко надо разобраться по каким-то вот сферам разделить это. Нельзя просто так кучу собрать, и мы будем, врач со сантехника будет соревноваться. И у тот, и у тот инструмент. Вы, конечно, да, вы, конечно, правы, но я хочу сказать о том, что у нас в эфире выступает регулярно маг и волшебник, так я ее называю, Юнесса Алиева, которую вы, естественно, очень хорошо знаете. И я надеюсь, что мы в следующей нашей программе вас, так сказать, соединим, и мы пообщаемся, не в плане соревнования, конечно же, а в плане того, как все-таки сделать достоянием больше общественности, чтобы больше людей узнали бы о вас.